Привет, дорогие друзья! Сегодня у нас будет тема колдовская. Я эту тему не очень люблю, но тем не менее она есть. Это тема подселенцев. Уже многие её обсуждали, эту тему. Кто-то использует подселенцев как помощников. Но это вовсе не так. Так кто же это такие? Это могут быть мертвяки, чертики. Кто угодно. Они обычно сосут вашу энергию, требуют расплату. И с ними дружить не надо, а нужно от них избавиться. Расскажу вам одну историю, как человек через подселенца умер. Это, естественно, не единичный случай, но это была моя близкая подруга. На тот момент я упустила это из виду, так как были мои собственные дела. Мне бы заинтересоваться этим побольше, помочь человеку. Так вот, моя подруга, еще с момента моего обучения мы дружили на протяжении многих лет. Ну, то отдаляясь, как вы знаете, то вновь начиная общаться у каждого свои дела. И в определенный момент она мне сказала, знаешь, у меня сидит на плече чертик Николаша. И шепчет мне на ухо, выпей, выпей, покури, выпей, выпей, покури. И говорит, я уже не могу этого не сделать. Нет, это вовсе не был опустившийся человек. Она всегда работала, но любила, говоря таким простым языком, потусить. Была компанейский человек, экстраверт, но, хотя их считают поверхностными людьми, ну, была она такой чувствительной, пришедшая с верхних этажей. Светлый человек, потому что родилась она в благополучной семье. Таких довольно на советское время статусных родителей. И вот такой вот казус не произошел. Умерла она, можно сказать, от любви. От неразделенной любви. Не будем с вами вдаваться в подробности. Но вот этот вот чертик, Николаш, они называют иногда свое имя. Но если чертики не называют свое имя, то это, скорее всего, может быть, какой-то мертвяк привязывался, какой-то призрак. Кстати, это вовсе не значит, что, когда являются призраки, вы слышите голоса, что это подселенец. Нет, это как раз подселенца, именно сосущие вашу энергию. А призраки, они иногда приходят к истновидящим или к людям силы с другими способностями, пообщаться по другим своим вопросам, просящие помощи, или просто пришедшие, хотящие какого-то общения люди, бывшие люди, застрявшие между мирья. То есть, они не ушли и остались на нашей с вами любимой земле. Друзья, еще хочу вам сказать одно такое отступление. Я пишу, перед тем, как выложить видео статьи, я могу что-то в видео забыть сказать. Поэтому, если у вас есть возможности и желания, можете заходить на Дзем, подписываться. Статьи я выкладываю там. А также в моем телеграм-канале. Телеграм-канал у меня только для родни. Называются у меня все каналы одинаково. Вы легко найдете. Если хотите, кроме родни, тоже можете подписаться на YouTube, потому что не так хорошо работает. И не все смогут это изучить и прочитать. Друзья, итак, вернемся мы с вами к подселенцам. Это не призраки. Души, вот гуляющие, да, людей. Это совсем-совсем другое, несущее разрушительную волну. От них можно избавиться, лечив свою ауру. Так как это прямо пропорционально, что разрушены ауры. И человек силы подселяется и начинает слышать какие-то голоса. Особенно, если человек силы находится в раздраиве чувств. Если он расстроен, если у него произошло какое-то жизненное событие, выбившее его из колеи, то тут как тут, как раз и находятся подселенцы. Они очень любят людей силы. У них очень много энергии своей. И так как они ее уже не используют, чтобы развиваться, увеличивать свою силу, или делиться с высокими эгрегорами, или силами, которые им служат, то вот эти вот низкие сущности начинают присасываться и сосать энергию, и даже убивать человека, что я вам недавно рассказала. Моя подруга не была человеком силы, но была светлым человеком. Как я и сказала, с высоких этажей. Ее выдернули заранее, чтобы она не опустилась еще ниже, потому что людям, пришедшим с высоких этажей, нежелательно испытывать плохие эмоции. Надеюсь, друзья, мое было видео полезным. Держитесь, если вы человек силы, всегда в ровном расположении духа, что бы ни случилось, лечите свою ауру через свои стихии. Если моя стихия вода и огонь, то и лечиться я, как бы, лечу свою ауру через них, через солнечный свет. Люди ветра, воздуха, то есть, лечатся, находясь на воздухе. Когда ветер, находясь в горах, кстати, горы это тоже, это не только земля, можно сказать, к земле, но так как гора уходит высоко вверх, это больше всего помогает, находясь в горах, людям воздуха, людям ветром. Надеюсь, мое видео было полезным, друзья. Мы еще с вами встретимся неоднократно изучать интересные дела, колдовские дела. Всем пока. Кстати, всем пока, говорю. Если такой серьезный подселенец иногда не бывает, и это не только голоса, но и гораздо более серьезные, то помочь могут только экзорцисты. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok